В прямом эфире новости сейчас в студии Ольга Медведь. Здравствуйте. Работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую. Сегодня основные моменты еще раз обсудили во Дворце Независимости. За одним столом почти полсотни авторитетных экспертов, члены Конституционной комиссии и профильной рабочей группы. Совместными усилиями удалось выработать важнейшие нормы основного закона страны, аккумулировав в том числе многие инициативы граждан. В итоге предлагается закрепить статус Всебелорусского народного собрания, перераспределить полномочия между органами власти, гарантирована стабильность госаппарата. Институт семьи и традиционные ценности закреплены как одни из приоритетов нашей страны. Поддержка семей с детьми, инвалидов обязательно. Особое внимание уделено вопросам патриотизма и исторической памяти. Это запрос нашего общества. У нас не появилось Всебелорусское народное собрание. Оно появилось давно и сыграло свою великую роль. Особенно первое Всебелорусское народное собрание. Иногда кадры эти мелькают в нашем телевизоре. Тогда это вече спасло страну. Мы провели шесть Всебелорусских народных сходов, собраний. Какой же это новый орган? И он просто просится в Конституцию. И здесь дело не в личностях. Особо подчеркиваю, никаких конкретных личностей в Конституции быть не должно. Никакой Конституции Лукашенко под себя не делает. При этом Беларусь, как мы все подчеркивали, останется президентской республикой. Так мы защитим основы государственности. Сохраним и закрепим преемственность своего исторического опыта. Но давайте будем откровенны, я публично об этом сегодня скажу, что все будет зависеть от того, какой президент придет на смену этому президенту. Поэтому мы подстраховываемся Всебелорусским народным собранием. Вы видите, что легче и спокойней вокруг нас не стало. Последнее слово в принятии Конституции будет за белорусами. Проект вынесут на всенародное обсуждение. А в феврале будущего года планируется провести референдум. Следственный комитет подключился к делу избиения поляками беженцев на границе. Речь идет об инциденте 21 ноября на участке заставы Пищатка. Известно, что СК назначен ряд экспертиз. Необходимо определить тяжесть последствий и дать правовую оценку действиям польской стороны. Как мы уже рассказывали, вечером в Каменецком районе была обнаружена группа обессиленных и измученных иностранцев. У двоих граждан Ирака мужчин были переломы костей ног. Со слов пострадавших, они находились на территории Польши, где были задержаны местными пограничниками, которые их избили и выдворили на территорию Республики Беларусь. На территории нашей страны пострадавшие были обнаружены сотрудниками Госпогранкомитета. По данному факту, Каменецким районным отделом Следственного комитета проводится проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления тяжести телесных повреждений. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Двое из них госпитализированы с тяжелыми травмами. Напомним, двое беженцев проходят лечение в Каменецкой больнице. Им сделали операцию и на реабилитацию потребуется время. Со слов пострадавших, их группа, это 12 человек, среди которых были и дети, уже находилась на территории Польши. Но там их задержали местные пограничники, избили, вывезли границы с Беларусью. И уже измученных и обессиленных людей в лесу нашли белорусские пограничники, согрели, накормили и вызвали медпомощь. Ситуация на белорусско-польской границе по-прежнему напряженная. Люди устали быть в ожидании, пока Евросоюз примет меры по открытию гуманитарного коридора. О настроениях беженцев на белорусско-польской границе расскажет Андрей Сыч. Он на связи со студией. Здравствуйте, коллеги. Только что в лагере беженцев на европейской границе прошел митинг. Люди возмущаются ситуацией, в которой они оказались. Они недовольны, что на их просьбы о помощи никто никаким образом не реагирует. Евросоюз до сих пор выражает исключительно озабоченность. Все эти люди только что скандировали, что они не могут вернуться назад. Они показывали видео на своих телефонах, что происходит у них на родине. Как среди белого дня людей в буквальном смысле убивают прямо на улице. Сейчас все не расходятся. Они бурно обсуждают, что же им делать дальше в этой ситуации. Некоторые из них не готовы мириться с этим. И люди рассматривают вариант выдвинуться снова на границу с Польшей. Маленькие детки брали плакаты в руки и скандировали, что не могут возвращаться, что их на родине ждет смерть. Я попрошу студию показать небольшой лайф того, что происходило на тот момент здесь. Маленькие детки брали плакаты в руки и скандировали, что их на родине ждут. К большому сожалению, европейские телезрители никаким образом не могут получить информацию об этих людях с той стороны. Потому что на территории Польши до сих пор действует режим ЧП журналистов, представителей, правозащитников, медиков. Не пускают ко всем этим людям монополию на освещение ситуации с европейской стороны имеют только польские силовики. Всех этих людей они выдают за террористов. Вот этих маленьких детей, девушек, они говорят о том, что все они едут в Европу только ради того, чтобы там сесть на пособие и никаким образом не оказывать содействие гражданскому обществу, никак не интегрироваться в общество европейское. Всех этих людей они называют террористами и говорят, что они едут туда с исключительно единственной целью наводить там беспорядки, получать бесплатные деньги, сидеть на пособиях и ничего не делать. Но это не так. Все эти люди заявляют о том, что они хотят работать и приносить пользу Германии. Очень много больных людей, очень много детей. Все они оказались в ситуации, когда они просто не нужны Евросоюзу. Мы видим, что те самые теоретики демократии на деле оказались просто не готовы оказать содействие и помощь этим людям. Студия. Андрей, спасибо за оперативную информацию. На фоне сообщений о смертях мигрантов на польской территории действия приграничных служб вызывают все больше вопросов. В самой Польше, в Варшаве, появляются плакаты с призывом помочь беженцам. Люди выходят на митинги в защиту прав мигрантов. Присоединяются к волне негодования и известные общественные деятели. Легенда солидарности, экс-подпольщица Данута Курань выступила с обвинениями в адрес отечественных пограничников и полицейских, которые, цитата, «на восточной границе совершают преступления против человечества». Тела женщин, мужчин и детей, умерших от истощения и холода, кто-то из приближенных к властям должен найти в приграничье и тихо, без свидетелей, припрятать. Это может быть истинной причиной мобилизации силовиков на польско-белорусской границе. Правозащитница также обратила внимание на то, что по мере усиления милитаризации в регионе, активисты и волонтеры передают все меньше информации о беженцах, и это молчание все более устрашающее. Тем временем Варшава не оставляет надежду выпросить у Брюсселя средства на финансирование стены на границе с Беларусью. Несмотря на то, что Еврокомиссия неоднократно заявляла, что не станет выделять для этого деньги, польский премьер Моровецкий предложил сделать это хотя бы в складчину. Об этом он заявил в интервью французской газете «Ле Фигаро». При этом требования Брюсселя о необходимости соблюдения европейского права как условия предоставления финансовой помощи Моровецкий назвал шантажом. Напомню, Варшава опровергла ряд положений Европейской конвенции по правам человека как несоответствующих конституции страны. Однако польский премьер не прочь получать деньги от Брюсселя на решение внутренних проблем республики. А еще вовсе не против сотрудничества с Россией, заявил он в том же интервью. Видимо, для того, чтобы получать деньги из Москвы тоже. Неправильное освещение прессы и миграционного кризиса на белорусско-польской границе стало причиной возмущения журналистов Латвии. Они потребовали от властей прекратить на них давить. Соответствующим заявлением выступило правление Латвийской ассоциации журналистов после того, как стало известно о созеве специальной комиссии Сейма. Там будут обсуждать неправильное, по мнению официальной Риги, освещение прессы и ситуации с миграционным кризисом. В ассоциации назвали этот шаг властей неприемлемым актом политического давления и напомнили, что такие вопросы нужно решать через специальные механизмы, а не пытаться заткнуть СМИ рот. Государство, бизнес, граждане. Региональный цифровой форум стартовал сегодня в Витебске. На диалоговой площадке встретились руководители госорганов, представители местной власти, бизнеса и ведущих IT-компаний страны. Спикеры обсудили цифровое будущее регионов, подробно остановились на цифровых решениях в сфере культуры, речь об информационных системах музеев, библиотек и использовании учреждениями культуры, хранилище на республиканской облачной платформе. Спикеры также презентовали новые проекты для лесной, нефтехимической и энергетической отраслей. К слову, энергосистема Беларуси – лидер по темпам цифровизации отрасли. Сегодня приходят на смену умные счетчики. То есть это те счетчики учета энергоресурсов, это и свет, и вода, и газ, которые позволят нам снимать дистанционные показания приборов учета, начислять платежи. Такое взаимодействие позволяет нам более тонко управлять нашими процессами. То есть это и экономия энергоресурсов, допустим, в части теплоснабжения, и того же самого электричества. Сейчас в качестве тестовых проектов мы сделали ряд так называемых 5D-паспортов, в которых наряду с объектами недвижимости, оцифрованными полностью в 3D, еще подтягивается правовая информация, земельная информация. Инвестору не надо выезжать на место, он получает многомерную, полностью официальную информацию об объекте. Примером, когда цифра делает жизнь регионов удобнее и проще, может служить информационная платформа «Мой город», позволяющая одним кликом по дисплею мобильного телефона связаться с организациями и ведомствами. Проект уже реализован в двух населенных пунктах Витебской области. Городами в смартфоне стали Глубокая и Полоцк. О развитии событий мои коллеги расскажут в 15 часов. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего доброго.